Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Жидимы, канал о море и красоте, также об умном шоппинге, немного о минимализме, немного о детях. Но сегодня речь пойдет о секонд-хендах. Я не в первый раз получаю вопрос, буквально последний вопрос получила 5 минут назад, на него ответила. И поскольку звучит он часто, я решила рассказать, как же обстоит дело с секонд-хендами здесь, в Италии. Популярны они, не популярны, как я сама отношусь, тоже очень часто звучит вопрос, одеваюсь ли я в секонд-хендах, сдаю ли я свою одежду секонд-хендами. Итак, могу сказать с очень большой грустью и печалью, как человек, который обладает обширным гардеробом, который с удовольствием был сдавал в комиссионку, как мы говорим по-русски, в секонд-хенд, как мы говорим на английский монет. А секонд-хенд это не что иное, как вещи, которым владеет вторая рука. И даже на итальянском выражение, точнее, один из очень популярных, очень популярная сеть секонд-хендов, распространенных по всей Италии, которые направлены именно на детский сегмент, называется секонда-манина, то есть вторая ручка, получается, которая использует вещи, которые использовал уже кто-то. Могу сказать, что, к сожалению, секонд-хенды не популярны. Я не знаю ни одного взрослого секонд-хенда здесь, в округе, куда бы я могла заглянуть сама. Я вообще спокойно отношусь к секонд-хендам, потому что считаю, что определенные вещи, и вот недавно, опять же, мы расхламляли мужа, я была вынуждена признать, что так называемый люксовый сегмент, который существовал 10-15 лет тому назад, он, что называется, как новенький, его и расхламлять не надо. Безусловно, чем дороже вещь, чем более звучное дизайнерское имя, тем мы аккуратнее к этим вещам относимся, тем, возможно, мы реже их используем. Но факт оставался фактом. Из того огромного количества вещей, которые мы с мужем перебрали, я была вынуждена признать, что практически вся куча, которая сформировалась, что называется, освободиться, отдать, нельзя оставить. Это, в общем-то, были вещи, которые стоили меньше, которые были более низкого качества. Все время, в то время, как то, что осталось, это были так называемые брендовые вещи. Поэтому, да, брендовые вещи, которые были выпущены какие-нибудь 10-15-20 лет тому назад, я совершенно точно могла бы поискать для себя, тем более за ту цену, за которую очень часто они предлагаются. В каких-то из своих видео я рассказывала, что когда я была студенткой, у меня была, и на самом деле осталась классная подруга, ее тоже зовут Яна, она крестная мама моего старшего ребенка. Так вот, у нас совершенно нормально было меняться одежды. И как раз таки со студенчества я не видела ничего плохого в том, чтобы взять и поносить одежду своей подружке, хотя все вокруг знали, что это не моя одежда, ну, либо могли знать, что это не моя одежда. Меня эта мысль совершенно не смущала. И, соответственно, мы менялись одеждой. И с тех пор я совершенно просто отношусь к тому, что та одежда, которая мне нравится, а на самом деле я сейчас на сайте Юкс охочусь за определенным сегментом. Я совершенно точно знаю эти коллекции, я их видела, какие-то вещи даже мерила. В то время, когда Гуччи имел другого дизайнера, я все это не покупала, потому что мне в таком количестве было за ненадобность. Так вот, я теперь совершенно точно отслеживаю коллекцию Гуччи, неважно какого года, до смены дизайнера, который имеется сейчас, который мне категорически не нравится. Я вообще очень-очень расстроена, как клиент, скажем так, этого дома на протяжении многих лет, потому что я ни одной вещи совершенно точно знаю не смогу купить, потому что они просто-напросто мне не нравятся в новом исполнении. Поэтому подобные вещи я совершенно точно могла бы искать. И думаю, что если бы они были в хорошем качестве, то есть не заношены, они были бы... Часто действительно вещи секонд-хенд попадают практически новые, либо как новые, потому что, безусловно, их отслеживают, по крайней мере, здесь, в Европе. Когда я сдавала вещи детские, секонд-хенд детские вещи, там, в общем-то, был очень строгий отбор. То есть вещи принимались в очень хорошем качестве. Поэтому я думаю, что в Европе секонд-хенды действительно являются для нас модниц, неким кладезем очень действительно классных вещей, за небольшие деньги, что может быть лучше. Но, повторюсь, к сожалению, нет секонд-хенда в округе, в который бы я могла ходить, и в который бы я могла относить свои вещи, одновременно быть, допустим, покупателем, как было в детском секонд-хенде. Мне очень повезло, как маме троих детей, как маме, которая в свое время переборщила шоппингом для своих детей, я рассказывала, что я в секонд-хенд детский отвозила обувь, которая была куплена еще для Егора, и которую никто из братьев не надел, потому что просто не успели мы все это сносить, так много одежды было у Егора. Соответственно, мне очень повезло, прямо в нашем городе, что называется, в шаговой доступности, открылся секонд-хенд. Часть вещей я отвозила в центр помощи жизни, а часть вещей я отвозила непосредственно в детский секонд-хенд, и часто я покупала своим детям какие-то вещи секонд-хенд. Я действительно даже записывала видео об этом. Я, например, помню, что я купила классные брюки, несколько брюк для Егора. Я купила классную курточку, ветровку Монклер, как сейчас помню, за 30 евро, что было очень-очень хорошо. Плюс ветровка, это, в общем-то, такой очень нужный здесь в Италии, элемент детского гардероба, которого, допустим, у Егора не было, потому что я не умела тогда еще на итальянский климат не сама одеваться, не одевать своих детей. И также касаемо игрушек. Я тоже отвезла огромное количество игрушек, прежде всего плюшевых медведей. Огромное количество было роздано, потому что я не знала о том, что есть секонд-хенд, а, возможно, на тот момент он даже и не был открыт. И потом вот какая-то пятая, шестая, седьмая волна игрушек, вопреки мнению, вопреки, точнее, желанию моего мужа, который был крайне против, чтобы мы всех плюшевых медведей, которые было огромное количество, наверное, штук 15, медведей в рост с ребенка, то есть в рост шестилетнего ребенка такие большие медведи плюшевые были. Я это все воспринимала не как иное, как пылесборник, соответственно, эти медведи мне не нравились никогда, но Егор их любил, и когда они перестали ему нравиться, эти медведи пошли в гараж на какие-то полки самые-самые дальние. Была очень рада, что тайком я этих медведей вывозила в этот секонд-хенд. Очень рада, что часть была продана, те, что не проданы, они тоже традиционно отправляются на благотворительность, что игрушки, что одежда, которая не продается, если ты даешь свое согласие, если ты не хочешь эти вещи забирать, а я давала свое согласие, ни одной из непроданных вещей я не забрала, соответственно, они потом отдаются на, что называется, бенефиченция, то есть на некую благотворительность, то есть они распределяются по семьям, которые нуждаются, которые делают запрос на определенные вещи. Поэтому к секондам я отношусь очень хорошо, как к возможности действительно приостановить, в том числе производство, потому что я всегда говорю в своих видео о минимализме, когда минималист, человек, который сокращает свое потребление, который, возможно, даже не осознает себя минималистом, не покупает какую-то вещь, он делает гораздо больше, чем просто не захламляет себя, чем просто оставляет денежки в своем кармане. Он делает гораздо больше, он делает глобальную вещь, которая действительно может, ну если уж не приостановить производство определенных вещей, то совершенно точно замедлить, потому что в современном обществе потребление производства определяется скоростью продаж тех или иных вещей. Соответственно, чем больше продается, тем больше производится. Поэтому я очень хорошо отношусь к секонд-хендам, если откроется в ближайшее время в нашем регионе какой-нибудь секонд-хенд, куда можно, не знаю, на машине хотя бы за 30 минут доехать, совершенно точно я буду туда наведываться, как со своими вещичками, которые расслабляют. У меня на самом деле огромное количество пальто. У меня есть тренчи в хорошем состоянии, которые я просто не хочу носить, не потому что они испортились, а потому что они для меня выбрали свой эмоциональный ресурс. Это действительно вещи, которые могут найти своего нового хозяина. И мне очень жаль, что секонд-хенда у нас в округе нет. Ну и сама, конечно же, я буду, что называется, рыться в этих вещах. Я вообще люблю различные блошинные рынки. Я на самом деле там ничего не покупаю. Я не могу даже вот так вспомнить, записывая это видео спонтанно, чтобы что-то я купила. Я рассказывала, как мы хотели купить часы, но в итоге не купили. Но в целом я получила огромное удовольствие, копаясь в этих вещах. Действительно можно найти, что называется, тезоро, сокровище вот среди тех вещей, которые кому-то уже не нужны. А тебе действительно могут быть, что называется, в самый-самый раз, доставить радость, удовольствие, эстетическое и также эмоциональное. Вот такое мое отношение к секонд-хендам. Вот такое отношение к секонд-хендам в Италии. Они не популярны почему-то, не знаю. Это особенность итальянского менталитета, итальянских людей, которые предпочитают купить что-то новое. Но совершенно точно могу сказать, что секонд-хенды не популярны настолько, что тот детский секонд-хенд, про который я рассказывала, который открыла мое очень хорошее знакомое, он закрылся. Он закрылся, сменив одного владельца уже при мне на другого владельца. То есть эта активита, этот бизнес был перекуплен, потому что семья, которая владела этим бизнесом, у них родился еще один ребенок, и они поняли, что они не смогут, не смогут, скажем так, следить за этим магазином, и они его продали. Нашелся другой покупатель этого бизнеса, это была моя хорошая знакомая, которая вложила столько сил, столько надежд, она так красиво оформляла витрины, она на самом деле была большая умница, делала огромную работу просто по сортировке тех вещей, которые приносятся часто в огромных пакетах. Даже это пакетами нельзя назвать, это какие-то тюки, потому что действительно одежды новой сохраняется огромное количество у современных мам, и она делала всегда очень хорошую выборку, и это действительно очень кропотливая работа, которая не позволяет тебе просто сидеть и ждать, пока войдет клиент, и что-то у тебя купит, потому что когда клиентов в магазине нет, ты делаешь постоянную сортировку, 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 следишь за своим ассортиментом, и могу сказать, что этот бизнес не пошел. Я совершенно точно знаю, что она была вынуждена искать новых покупателей на этот бизнес, и не смогла найти просто потому, что этот бизнес не рентабелен. Он не рентабелен, потому что он не пользуется популярностью, вещи из секонд-хенда не пользуются популярностью даже в детском сегменте. Я видела коляску, которая в новой, скажем так, в новой комплектации, то есть совершенно новая, стоит 450 евро, а в секонд-хенде она продавалась за 200 евро, она была абсолютно новая, эта коляска, и тем не менее эти вещи все равно даже с разницей в цене практически в два раза, они не покупаются, не пользовались спросом, и с одной стороны отсутствие спроса, отсутствие интереса покупательского, с другой стороны огромные налоги, на самом деле огромные расходы на содержание магазина, это свет, вода, отопление, в итоге, несмотря на то, что даже не было продавца нанятого, всегда за всем следила она, она в одном лице была и владельцем этого бизнеса, и продавцом, и уборщицей в этом магазине, несмотря на это, этот бизнес оказался нерентабельный, по своей сути этот магазин закрылся, поэтому вот такое отношение у итальянцев к секонд-хендам, что детским, что взрослым, я же с вами прощаюсь, увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!